Вы знаете, есть такая старая шутка о вождении. В 20 лет ты хочешь доехать красиво, в 30 лет быстро, в 50 ты хочешь доехать безопасно, а в 60 ты просто хочешь доехать. Последние два пункта, пожалуй, можно отнести к пассажирам общественного транспорта, потому что высокая скорость доставки пассажиров порой происходит за счет лихачества водителей. Как следствие, это травмы и жалобы. Вот есть ли способ с этим бороться? Мы узнаем начальника службы безопасности дорожного движения пассажирского автотранспортного предприятия номер 2. Андрей Федоров, здравствуйте. Здравствуйте. С главного вопроса, почему вообще это лихачество происходит? То есть это погоня за временем или за наживой больше? Вообще начать хочу с того, что вот такая лихая езда, наверное, связана в основном с культурой вождения, это в первую очередь, вернее, отсутствием ее у многих водителей. Ну и второе, что касается общественного транспорта, это, конечно, старание чем больше взять пассажиров на борт автобуса. Это связано с выручкой и, соответственно, с финансовыми положениями водителей. А смотрите, я очень часто слышу такую фразу «мы не успеваем по графику». Как это понимать? Там расчет нормальный? Значит, графики сделаны Тюмень-Бортрансом в соответствии с очередями, то есть существует очень много очередей, очень много маршрутов, и в зависимости от сложности они, соответственно, корректируются. Если даже водитель попадает в пробку, что это часто бывает в нашем городе, то эти графики корректируются, никаких штрафных санкций на данные нарушения не нападываются. Вот когда водителя берут на работу, да, на работу водителя общественного транспорта, компания, которая его нанимает, то есть есть какая-то избирательность? Или просто есть категория допуска, все? Значит, при устройстве водителя на работу, значит, в службе безопасности движения запрашивается список нарушений СГИ, значит, водитель проходит тестирование на компьютере, после чего ему назначается количество стажировочных часов, и уже после этого он проходит стажировку в течение трех месяцев. По истечении трех месяцев уже принимается решение о приеме его на работу в качестве водителя автобуса. То есть не обязательно нужно было, чтобы стаж, там, два года, чтобы допустить к автобусу? Это очень часто, ну, это учитывается, конечно, но очень часто приходят водители, у которых просто имеется открытая категория Д, но человек никогда в жизни не сидел за вверхом автобуса. Вот случай, когда ставится под угрозу все-таки жизни и здоровье пассажиров, они кем контролируются? В транспортных предприятиях существует служба безопасности дорожного движения, которая контролирует водителя автобуса на линии с фото и видеофиксацией. И еженедельно проводится разбор данных нарушений на данной комиссии. У людей твердая уверенность в том, что это все остается безнаказанным. Скажите, пожалуйста, вот наказывают водителей? Да, за все нарушения, которые связаны с правилами дорожного движения, существуют штрафные санкции предприятия. Если что касается, допустим, падения пассажиров, это стопроцентное лишение премии за месяц, это, скажем так, больше половины зарплаты водителя. Посмотрите, а как это доказать? Вот человек упал, он же не может себя сфотографировать или снять ни у кого. В этот момент не включен телефон с видео. Как, просто сказать, я упал, пришел и показал, сделал снимок? Ну, если это делается в режиме реального времени, да, то есть едет автобус, в автобусе падает пассажир, соответственно, сразу вызываются сотрудники ГАИ, вызываются службы безопасности, значит, сотрудниками ГАИ возбуждается административное расследование, проводится в предприятии служебная проверка, и по результатам проведения уже проверки службы ГАИ принимается решение о наказании, привлечении водителя к ответственности, либо его непривлечении. Вот смотрите, на прошлой неделе у нас 4 человека получили травмы вот в общественном транспорте. Интересно, вот вы говорили о лишении премии, да? Да. А есть какое-то более суровое наказание? Ну, все зависит от степени вины водителя. То есть, если это связано с незначительным, ну, незначительных нарушений у нас не бывает, но если это связано, скажем, не с грубым нарушением правил дорожного движения, то это касается только материальной части зарплаты водителя. Если это связано с более жестким нарушением, то бишь это падение пассажира, столкновение с пострадавшими, все зависит только, решение принимается только после решения ГАИ. А смотрите, в таких случаях только несет ответственность только водитель, либо компания, которая предоставила ему работу? Ну, значит, в соответствии 67-м федеральным законам, который вступил в действие 1 января 2013 года, перевозчики подлежат обязательному страхованию, и поэтому в случае получения травмы водителя по вине работника предприятия, гражданин имеет право обратиться в страховую компанию и получить страховое возмещение. Ну, давайте в конце беседы напомним уже зрителям. Во-первых, я надеюсь, что все сделали вывод, что все-таки можно это контролировать, это можно наказывать, как-то с этим бороться. И если замечено кем-то нарушение, либо сам человек попал в такую ситуацию, когда нанесли ему вред, куда жаловаться? Тюмень-Гор-Транс? Можно на горячую линию Гор-Транса, либо на сайт ТАТ Тюмень-Ру. А нужно запоминать, знаете, вот в автобусах висит чье организация, чья фамилия и так далее. Это нужно фиксировать, запоминать и так далее. Ну, это лишним не будет, хотя вся эта информация имеется на всех сайтах. Хорошо. Спасибо большое за встречу. И желаем вам благодарных пассажиров и удачи на дорогах. Спасибо, всего доброго. До свидания.